Бисмиллах, альхамду лиллах, салату ассаламу аля Расуллиллах. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, занимает высокое положение в сердцах миллионов-миллионов мусульман по всей земле. Его жизненный путь описан по месяцам и даже по датам. Его изречения переданы до буквы, миллионы-миллионы изречений, переданы по цепочке до наших дней из уст в уста. Личность, образ пророка, саллиллаху алейхи вассалям, описан в священных хадисах пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, до последнего волоска. Возникает вопрос, почему же нам нельзя изобразить, нарисовать пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? Аллах, субханава таля, знает нас, знает нашу душу. Мы созданы для того, чтобы поклоняться. Душа человека создана для того, чтобы поклоняться Аллаху, субханава таля. Поэтому Аллах, зная наши склонности, зная наши предрасположения, запрещает нам изображать существ, которых есть душа. Животных, птиц, людей, особенно пророков и праведников. Почему? Потому что это впоследствии может привести к поклонению им. Однажды во время пророка Нуха, среди народа Нуха были праведники, 5 человек, которых звали Вад, Сува, Яуз, Вайрук и Наср. Эти 5 человек были праведными, хорошими людьми. Когда они умерли, шайтан нушил людям, чтобы они сделали их изваяние, чтобы вспоминать о них, просто вспоминать о них. Прошли годы, прошло поколение, умерло это поколение. И шайтан нушил людям, чтобы они просили у этих праведников, даже не у них, а рядом с ними, у Аллаха. Прошло время, ушло это поколение, шайтан нушил, чтобы люди просили у этих статуй, чтобы они попросили у Аллаха. Прошло поколение, и люди стали поклоняться им помимо Аллаха, Субханава Таля. Аллах, Субханава Таля, знает, знает, к чему мы предрасположены. Поэтому Он запрещает нам рисовать, изображать живых существ, особенно тех праведных людей, или тем более пророков Аллаха, Субханава Таля, и пророка Мухаммада, Салли Аллаху Али. Люди привыкли изображать своих кумиров и любимых им людей, чтобы помнить о них, чтобы вспоминать о них. Аллах, Субханава Таля, учит нас, как нам изобразить, нарисовать пророка Мухаммада, Салли Аллаху Али. Нам нужно изобразить Его в своей жизни, показать Его сунну людям, как Он жил, как Он одевался, как Он обращался с людьми. И изобрази это не на бумаге, не на камне, а на своей жизни. Кто больше любит пророка, тот больше следует ему. Кто больше любит пророка, тот больше новых дей Х cabeza og Г Studies